Приветствия на трех языках. Это одна из номинаций, по которым члены жюри оценивают участниц. Девушки со всех регионов Северного Кавказа съехались в Ингушетию для участия в конкурсе духовной красоты. Элита Алибекова представляет Чеченскую республику. Во время военных действий в 90-х девушка пострадала от взрыва. Привыкать к новым условиям жизни было нелегко, но элита справилась. Ей помогла ее духовная красота. Уже 22 года, как я в инвалидной коляске. Но это не говорит о том, что жизнь на этом закончилась. Как только я села в коляску, я поняла, что жизнь моя должна продолжаться, что я для чего-то большего, значит, Аллах мне дает эти испытания, которые я, иншаллах, пройду достойно. Здесь все выдержано в строгих кавказских обычаях. Чтобы стать лучшей, каждая конкурсантка должна порадовать членов жюри не только вкусными угощениями, национальным костюмом и блестящими познаниями в тонкостях гостеприимства, но и набрать баллы в интеллектуальной викторине, а также продемонстрировать свои ораторские способности. Аза Фаркиева – участница от Ингушетии. В детстве из-за врачебной ошибки девушка стала инвалидом. Благодаря поддержке близких она научилась не только жить со своим недугом, но и успешно реализовать себя в творческих начинаниях. Готовка, считает она, тоже искусство. А в искусстве, как никто другой, разбирается председатель Союза художников Ингушетии Мусам Артазанов. Отрадно осознавать, что у нас есть такие девушки, которые обладают и гостеприимством, и с улыбкой на лице встречают гостей, располагают к себе. Очень вкусно приготовила мясо по-кавказски. Мероприятие доставило всем гостям огромное удовольствие. Ну а девушки, для которых и была организована эта встреча, обрели новые знакомства и новые впечатления. В конкурсе я участвую по приглашению, хотя очень приятно. Приготовила сегодня кавказское блюдо и десерт. Надеюсь, что понравится людям. Здоровья хочу пожелать всем тем, кто сегодня участвовал и участвует, и чтобы у них появилось желание творить, жить, радоваться этой жизни. Несмотря на то, что их возможности в чем-то ограничены, они не ограничены в чистоте помыслов и души, можно сказать. Представить национальный костюм, похвастаться знанием пословиц и поговорок своего народа, а также подготовить оригинальное домашнее задание. У каждой участницы была возможность продемонстрировать свои сильные стороны. Дагестан внес ярких красок в этот вечер. Мы решили расширить границы нашего конкурса с тем, чтобы, во-первых, отметить наше 25-летие республики и кушать. И как бы показать всю красоту кавказской традиции, обычая. Всех участниц наградили ценными призами. Подарки подготовили сразу несколько организаций. В их числе Международный женский клуб «Аиша», Национальная библиотека инкушетии имени Джамалдина Индиева, благотворительный фонд «Тешим». Конкурс обещает быть ежегодным, ведь это прекрасная возможность для особенных девушек не просто адаптироваться, но и напомнить самим себе, что инвалидность не должна ограничивать жизнь. Марина Муталиева, Сурхок Усиев, Новости 24.